Еще один очень важный момент хочу упомянуть. Мы очень часто говорим про наших лидеров, про героев, и всегда упоминаем, что это чеченские герои, что это герои уммы, герои чеченского народа, герои чеченского государства. Но всегда их имена у нас звучат исключительно с упоминанием либо народа, либо уммы, либо государства нашего, никогда не российского. И вот удивительным знамением Всевышнего Аллаха является то, что он заставляет этих предателей своими же устами свидетельствовать против себя. Обратите внимание, когда Кадыров и его пропаганда, когда они говорят про Ахмата Кадырова или про Рамзана Кадырова, они всегда упоминают его геройство для России. Они говорят, что это герои России. И никогда не говорят, что это чеченский герой, герой чеченского народа, герой Чечни или герой уммы. Никогда. Всегда упоминается только его геройство для России. Вот небольшая нарезка про Ахмата, например. Благодаря вам, Владимиру Владимировичу, первому президенту Чеченской республики, герою России Ахмату Хаджик Кадырову. Герой России Ахмата Хаджик Кадырова. 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 Герой России нашего национального лидера Ахмата Хаджик Кадырова. Герой России Ахмата Хаджик Кадырова. Герой России Ахмата Хаджик Кадырова. Герой России Ахмата Хаджик Кадырова. Вот обратите внимание, это ведь не мы говорим, это не мы упоминаем, что этот человек является героем России, а не героем чеченским. Это они сами своими устами говорят. И это как раз то знамение Всевышнего, на которое нужно обратить внимание. Если бы только мы говорили о его предательстве, и они сами бы об этом не свидетельствовали, то можно было бы сказать, что мы это от своей ненависти к нему говорим подобное. Но здесь те, кто его очень любят, те, кто пытаются навязать его как культ личности нашему народу, даже они не говорят, что он герой для нашего народа. Нигде они не упоминают его геройство для народа, для нашего государства или для нашей умы, нигде. Всегда говорят, что он герой России. И я здесь соглашусь с тем, что действительно он герой России, он российский герой. Если для них такая персона может быть героизирована, то мы только рады, пусть он будет их героем. Но героем чеченского народа, героем чеченского государства, героем нашей умы он никогда не будет. Он вошел в историю как предатель нашего народа, нашего государства и нашей умы. И это он уже никогда не исправит. Он ушел с этим. И его сын сегодня тоже продолжает идти на его же пути. И, Кадыров, ты как-то открывая мечеть в Шалях, большую мечеть, ты сказал, говоря про то, что типа в пятницу это произошло, ты сказал, вот Аллах так это предписал. Вот здесь тоже Аллах так предписал, что вы сами своими же устами свидетельствуете против самих себя. Вы сами своими языками говорите, что вы герои России, но не герои Чечни, чеченцев или нашей умы. И вот возьмите и зафиксируйте вот этот сегодняшний момент. Сейчас декабрь 2021. Вот вы увидите, что после этих моих слов, после вот этого выступления, они скорее всего начнут употреблять какие-то другие эпитеты в отношении этих людей. Пытаться говорить, что они герои для чеченцев, герои Чечни. Но их хватит ненадолго, я вас уверяю. Я уже проходил эту тему с именем, отчеством. Я говорил про, упоминал про Рамзан Ахматовича, что это не принято у нас. И они тогда тоже решили немножко изменить эту тактику, но потом снова вернулись к ней. Сейчас они снова называют у друга по имени и отчеству. Вот здесь произойдет то же самое. Они сейчас, увидев эти мои слова, начнут типа исправляться, будут говорить, теперь упоминать, что он герой для Чечни, там герой для чеченцев. Но хватит их, я думаю, ненадолго. И даже если их заставят сейчас постоянно это упоминать, это они будут делать только лишь потому, что я сейчас это сказал. И все, кто присутствует, увидят этот ролик, все свидетели тому, что вы не говорили этого никогда до этого. Вы всегда упоминали только о его геройстве для России. Вы говорили, что он не герой России. А мы говорим, что Джохар, Зелимхан Яндербиев, Аслан Масхадов, Гилаев, Басаев, Садулаев, все эти наши герои, те, кого я не назвал наши лидеры, они герои нашего народа, они герои нашего государства, они герои нашей уммы. Это те люди, которые отдали свои жизни за эту религию, за этот народ, за это государство. А вы герои России. И таковыми вы навсегда останетесь. И никогда вам не быть героями нашего народа. Субтитры создавал DimaTorzok